Клава Галтского района Константин Пилея встретился с представителями Центра правозащиты российских соотечественников в Абхазии. Лаврай ЦРБ города Галаста-Мургамги о ковид-обстановке, вакцинации и врачах, чьи жизни унес ковид-19. Завершен ремонт дороги в селах Рябху-Мушкур. 1 сентября во всех школах Абхазии начался новый учебный год. 31 августа глава Галтского района Константин Пилея встретился с представителями Центра правозащиты российских соотечественников в Абхазии. Добрый день. Добрый день. Рад приветствовать. Мои родничные друзья. Мы с ним. Давайте знакомиться. Международный империя. Вы знаете, перед ним было на руководитель протокола. Люку Викторовну вы знаете. И наши коллеги, и там завистили главы администрации и представители собрания. У нас получается юридический правовой центр. То есть практически он бесплатный. Любой гражданин, можно гражданин Российской Федерации, но даже не российской, просто в Абхазии, может всегда обратиться, получить консультацию юридическую. Приехали сюда, чтобы услышать именно, что касается паспортизации именно российских. Мы по абхазскому не имеем права. А что касается получения гражданства детей, лиц без гражданства, можем дать полную консультацию. Может быть какие-то моменты есть, которые мы можем решить совместно и с МИДом России, и с посольством, и Россотрудничеством. То есть каждая ситуация, которая будет, она конкретная. Мы будем разбираться. То есть мы готовы оказать бесплатную юридическую помощь. Оставим все свои контакты. Если нам нужно будет или вам нужно будет, мы можем еще раз приехать. Можем в Зуме проконсультировать онлайн, если нам ситуация именно эпидемиологическая, которая не даст возможности встречаться. То есть мы готовы друг другу помочь. Больше мы хотим помочь вам. Все, что от нас зависит, мы готовы бесплатно помочь. Пожалуйста, обращайтесь. Если у вас есть какие-то вопросы, мы постараемся решить. То есть районы у вас, получается, у вас такого центра нету, правильно же? Да, район у вас удаленный. Я думаю, проблематичный район сам по себе. И все, что касается правовых каких-то вопросов, даже по законодательству Абхазии, мы тоже можем сопроводить. Не обязательно только по-российским. Так что, в принципе, вы можете обращаться, мы будем рады. Мы пришли вам просто оказать поддержку, которую вы нуждаетесь. Нам так кажется, что, в принципе, это необходимо. Вы закончили? У нас офис находится на Басаре Джона, 59-64. С удовольствием окажем посильную поддержку и помощь, которая у нас есть. И рассмотрим любой ваш вопрос. У нас как получилось? У нас Иргальский район получился отдаленно от всех каких-то политических событий, от всего вот этого движения вперед. Я не буду говорить там прошлый или нынешний, или бывший, как говорится. Я тоже разделяю всю эту ответственность. Мы все разделяем эту ответственность. Ситуацию нужно в районе действительно менять. Нужно делать так, чтобы люди, живущие, жители района, те, которые хотят, чтобы республика развивалась вместе со своим народом, те, которые любят эту страну, те, которые патриоты республики Абхазии, нужно дать им всем шанс, нужно показать им ту определенную дорожную карту, как нужно сделать так, чтобы они почувствовали себя полноценными, жажданами страны. Сейчас ситуация очень сложна. Ряд неких документов, которые вообще нигде не прописаны, как документы, как форма 9. И это является основным документом, по которому людям приходится жить. Это вообще, она все у людей, она все проштампована печатями, продлеванием. И сейчас принято руководством решение, это форму 9 не выдавать, и выдавать виды на жительство. Но и там проблемы возникают, потому вот ваш приезд сегодня очень актуален. Мы открыты, готовы. Спасибо вам. Спасибо за этот приезд. Будем решать, будем совместно какие-то вопросы, нужно быть, обсудить. То есть юридическая, вот, ну, все, что касается юридической поддержки. Главрак Центральной районной больницы города Гала Стамур Гамгия призвал вакцинироваться население Галского района и рассказал о коллегах Манане Джобава и Эмеде Басария, чьи жизни унес COVID-19. Что могу сказать по Гальскому району? В отличие от всех территорий Республики Абхазия, Гальский район находится на таком более взвешенном состоянии. Численность зараженных, в отличие от других районов, наиболее низкая, но все равно идет интенсия пока еще к росту, к сожалению. Все те усилия, которые сейчас направлены на то, чтобы минимизировать процесс распространения, не приносят, конечно же, плоды. И на границе наш медпункт хорошо справляется. Уже за последние две недели пять человек выявлены, которые сразу же на изоляцию были отправлены. С сегодняшнего дня школьники начинают ходить в школы, да, открылись школы, все детские сады. Там тоже все карантинные мероприятия, которые требуются тоже, я надеюсь, будут соблюдаться директорами и всеми сотрудниками школы, детских садов. Все предписания им даны. Обязательная термометрия перед началом учебных занятий, то есть прямо на входе должно контролироваться это все. Все это обговорено, и теперь уже осталось дело только за исполнением. В этом должны быть заинтересованы все сотрудники данных учреждений, которые отвечают за учебный процесс и за воспитание. Обеспечены ли в школе ИСАБИ антисептики коммерческими тематами? Государство выделило и антисептики специальные для рук. Все это с заведующей равно было уже, как говорится, обговорено, и определенное там, в зависимости от количества детей, было распределено по школьным заведениям. Но это же все, как говорится, расходный материал, и все это имеет свойство кончаться. Поэтому я надеюсь на то, что эта циркуляция не будет заторможена в связи с тем, что задержки в поступлении и так далее. То есть, если государство пошло на такой шаг, что открыло школьные заведения, значит и снабжение это все должно вовремя. Но на данном этапе все есть. А там со временем посмотрим, я надеюсь на то, что никаких задержек в поставке не будет. К сожалению, нынешнее время это время можно сравнить с войной. Так как мы воюем с невидимым врагом. Это биологический враг, который уносит жизни не только граждан, но и наших сотрудников. Врачи сейчас ежедневно несут боевую службу во благо спасения здоровья нации и населения. И, к сожалению, на войне без потерь не бывает. И наш ЦРБ тоже потерял двух сотрудников. В связи с этим заболеванием они заразились и не смогли справиться с этим. К сожалению, это санитарка наша и наш врач-лаборант. К сожалению, мы их потеряли. Земля импухом, но война продолжается. Война продолжается и сдаваться ни в коем случае нельзя. И все медработники, вне зависимости от того, что их коллеги ценой своей жизни борются с этим злом, дальше работают, дальше не покладая рук. Как говорится, выполняют свой долг перед народом. Хочется им выразить огромную благодарность и сказать, что их труд неоценим. Огромное всем спасибо, кто, не щадя своего здоровья, свою жизнь, на передовой спасает жизнь людей. Тест на коронавирус могут сдать в Гальской ЦРБ только Гальцы или из Рейхо-Медии? Нет. Мы буквально две недели назад с Людмилой Вильбертовной обсуждали этот момент, учитывая то, что Кварчельский район и Чемчельский район территориально очень близко расположены Гальскому району, и пациенты физически есть те, которые не могут такое расстояние преодолевать из-за здоровья. Ну и было предложено Вильбертовне брать эти анализы в наших условиях, и она дала добро. То есть жители Кварчельского района, Чемчельского района могут спокойно сдавать ПЦР-тесты в наших условиях. Никаких проблем уже с этим не будет. А лечение от COVID-19 бесплатное или бесплатное? Лечение от COVID-19 бесплатное, но в условиях Гальской ЦРБ нет COVID-госпиталя. То есть здесь у меня только дневной стационар. Если нет COVID-госпиталя, значит и снабжения по направлению тоже нет. И поэтому пациентам, которые на дневной стационар приходят, приходится эти лекарства, к сожалению, приобретать самим. Хотелось бы призвать население Гальского района и граждан Абхазии, других районов, к тому, чтобы активнее шли на вакцинацию. Все эти отрицательные компоненты, то, что в интернете пишут, то, что говорят, они не стоят вашего здоровья. И задумайтесь над тем, что шанс, который дается, он может быть последним. И те люди, которые не воспользовались им, могут просто до второго шанса не дожить. Это касается старческого контингента, это касается людей с сопутствующей патологией. Завершен ремонт дороги в селах Рябхумушкур. Делегация сотрудников администрации во главе Галского района Константина Пилия выехала на место проведенных работ с инспекционной поездкой, чтобы проверить качество дороги. Глава района поблагодарил всех, кто принимал участие в ремонтно-восстановительных работах дорожного полотна протяженностью около 3 километров. Дорога Рябхумушкур, которая была сложная, тут были куски старого асфальта, очень тяжело было на автомобиле ездить. Вот наши дорожники провели вот такой ремонт, очень качественно получилось, на то, что мы могли. Вот не хватает только немного асфальта, как говорится, а вот до этого довели. Был поднят старый асфальт, потом подсыпка была сделана, грейдером разровняли, и сейчас вот еще и производят трамбовка, еще будет трамбоваться. И так что дорога будет намного лучше. Сейчас, если сюда надо было добираться, наверное, по 15-20 надо было ехать, сейчас за 3-4 минуты практически доезжаешь. Работаю доволен, да, настолько, насколько было финансирование, максимум из того, что могли сделать, сделали. Ребята-дорожники, хочу их отдельно поблагодарить. Валерия Валюковича Липса и Тингиза Кваранзия, хочу поблагодарить за эту работу. И хотелось бы еще отдельно поблагодарить, большую выразить руководству Дорожного фонда республики, за то, что они Гальский район, они оставляют без внимания, и те средства, которые направлены на Гальский район, все четко выполняются, финансирование идет, и наши дорожники выполняют свою работу. Спасибо большое. Первого сентября во всех школах района прозвенел первый звонок. В этом году школы района распахнули свои двери 220 первоклашкам, 130 из которых пришли учиться в городские школы, чтобы дать старт новому учебному году. Подробности в нашем следующем репортаже. В Галском районе сегодня отмечают День знаний. Первого сентября во всех школах города прозвенел первый звонок, знаменующий начало учебного года. Торжественные линейки в этом году не под запретом, но их рекомендовано проводить на открытом воздухе, при соблюдении санитарных норм в связи с COVID-19. Нарядные ученики и ученицы с букетами цветов, учителя и родителей заполнили школьный двор. Звучит музыка, и все классы строятся на школьном дворе. Все застыли на торжественной линейке под звуки гимна Абхазии. Ребятами были подготовлены разнообразные интересные номера, стихотворения, песни, танцы. В этот день в адрес школьников прозвучало много приятных и напутственных слов. В этом году в первый класс поступило 220 учащихся, из них городские школы 130. Директор средней школы номер 2 Ахра Квиквискири поздравил учащихся с новым учебным годом, отметив, что учебный год начинается не в простое время, когда весь мир охвачен пандемией. Он выразил надежду, что благодаря ответственному подходу родителей, всего коллектива и учащихся, учебный год будет завершен достойно. Дорогие учащиеся всех с началом нового учебного года, дай Бог, чтобы этот год был плодотворным. Желаю каждому из вас в первую очередь здоровья, достижения всех перед собой поставленных целей. Первоклассники, которые сегодня впервые пришли в школу и сядут за парты, хочу пожелать вам, чтобы над вами всегда было мирное голубое небо. Счастья, радости! Поздравить первоклассников и будущих выпускников пришли заведующая РОО Екатерина Габелия и представители Россотрудничества в Абхазии. Всему педагогическому коллективу, родителям, всем детишкам и первоклассникам разрешите поздравить с сегодняшним днём, с днём знаний. Я хочу пожелать от всего отдела образования Гальского района терпения, мудрости, здоровья в добрый путь, детишки. Сегодня прозвенит ваш первый школьный звонок, чтобы он звенел все 11 лет с 1 сентября по 25 мая. Удачи, хороших оценок, Вянш, добрый путь! Я поздравляю вас от представительства Россотрудничества в Республике Абхазии с началом нового учебного года, с 1 сентябрём, с днём знаний. Я желаю учителям, родителям, чтобы вы гордились достижениями своих учеников и детей. Детям желаю не растерять жажды к знаниям получения информации. Первоклассникам желаю удачи на пути, в который они встали сейчас, делать первые шаги и новый опыт это для них. Также я желаю детям получать знания, школьникам, чтобы применить их на благо своей страны и города. День знаний начался первым звонком и завершился классными часами. Хочется пожелать учителям, родителям и детям терпения, здоровья и чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведенные в школе. На этом у нас всё. Смотрите нас каждую неделю в эфире ГАЛ-ТВ. Также мы есть в Вейсбуке и Ютуб-канале. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин